здравствуйте дорогие рукодельницы и рукодельцы приветствую всех на своем канале хочу вам показать свежезавершенную работу по набору риолис охота вот так выглядит моя собачка буквально только вот срезала последнюю иголочку вот как раз смотрю видео youtube алины как она заканчивает свой проект мой в ковчег и вот с пылу жару картина я долго не снимала отчеты точнее я их снимала но я их не выкладывала так как у меня очень большие изменения на работе в жизни очень мало свободного времени и выкладывать видео мне не получалось хотя я снимала небольшие видео но как то может мне не нравилось я не знаю вот но работа закончена сейчас я буду все это дело разбирать буду ее срезать со станка и буду вам все поэтапно показывать и также пойду я ее стирать так что еще увидимся и так моя работа срезана вот вы можете видеть ее во всей красоте я конечно очень довольна результатом потрясающая картина собака вообще смотрится как живая так хочется ее не знаю обнять погладить вот этот вот нос посмотрите глазки то бровки как видно это вот клубы я не знаю тут далеки уточки летят цвета вообще замечательные очень очень красиво эта часть вышивается в ниточках два сложения собака тоже в два сложения а вот озеро ниточка в одно сложение вот эти вот тоже там берега тоже в одно сложение поэтому получается вот такой объем и вот такая вот красота потрясающая конечно работа я мне очень понравились шерстяные нитки схема отриолис по поводу схемы отриолис покажу вам как выглядит моя схемка я ее разрезала вот на три части чтобы мне было удобно ее цеплять на мой станок и работала с оригиналом были у меня я делала копия хотел сначала сохранить оригинал но как-то не сложилось потому что копия мне получилось как-то не очень удачно то ли ну не то чтобы совсем неудачно наверное просто мне было непривычно вышивать шерстяными нитками и меня все откликало поэтому я решила взять оригинал и уже как бы по оригиналу вышивать и поэтому оригинальной схемы нет покажу вам изнанку и изнанка конечно гобеленовая очень много торчат вот таких ниточек потому что я когда закрепляла нитку я не переворачиваю станок я все это делаю на изнанке просто протягиваю под крестиками ниточку поэтому остаются вот такие хвостики я боюсь срезать под самый корень чтобы ничего не зацепить и у меня остаются хвостики разные ну я думаю это совсем не страшно все это не будет заметным подрежется все будет аккуратно работа готовая размером 18 на 27 сантиметров вот по поводу ниточек так чем показать тому органайзер как остались у меня нитки вот так и с ними работала до хвостики вот они сами ниточки значит вот это все обрезки я их не выбрасывал до самого конца очень боялась что вдруг мне не хватит не так и придется искать какую-нибудь одну ниточку хотя я дошивала но уж до самого до самого последнего хвостика видите что такие маленькие я действительно мне очень много девочек писали что он не так остается много но тем не менее я себя перестраховывала и покажу я вам по ниточкам значит на какой-то момент видите что нитки мне остались все 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 абсолютно на какой-то момент меня взял страх и ужас мне казалось что мне не хватит двух цветов которые активно шли в собаке здесь в голове это вот эти два цвета и вы видите их осталось очень мало но тем не менее они остались я напомню что я эту работу отшивала парковкой вот тоже какой-то зелененький тут его совсем мало вот этот цвет он у меня целый очень много цветов которые практически нетронутыми остались видно они как-то кладут так мотки что они очень небольшие и остаются очень много этой нитки было мало но она и ушло ее всего здесь этой розовой буквально посмотрите вот пару крестиков вот в цветочках да и вот тут все больше ее нет это большой запас ниток то же самое красное там буквально один раз и и отрезал это все целое вы видите вот белое очень много зелененьких ниточек осталось все нитки остались не если что те которые были очень активно в работе они практически вот под остались но и израсходованы больше всего маленькие запасы все видите вот так что реолис опять же респект реолису ниток здесь в большом количестве в большом запасе можно свободно вышивать парковкой но я бы посоветовала девочкам все-таки нету экономить при срезе потому что вот видите мне осталось это нитка немало если бы я выбрасывала большие обрезки ниток то не могло бы и не хватить но так как я очень экономно вышивала экономно то мне хватило еще даже остался вот ну а так в принципе парковкой можно вышивать наборы реолис очень свободно еще хочу сказать по организации шерстяных ниток как видите я их перемотала здесь на бобинки было безусловно безумно удобно все это вот так вот висит ниточку я вытащила повышевала и хвостик я прицепила на органайзер который у меня был на станке все очень даже замечательно но если вы будете вышивать набор не перематывайте на бобинки вот это вот лишняя работа которая тут необоснованно да все конечно красиво аккуратно но шерсть мотать очень сложно потому что вы мотаете одну ниточку вот там их может быть я не знаю 30 метров вот ну все мы пойдем сейчас стираться мыться и я удачу наверное и покажу да кстати видите что запас канвы тоже очень большой вот вообще я очень довольна этим набором от риолиса большой запас канвы просто гигантский вот я поэтому даже не рассчитала обшивала края вот а потом пришлось даже загнуть не поместилась на станок ну на этом пока все ящик вам вернусь пока пока и так моя работа уже по стирана и вот так разложено и сушиться хочу отметить что мой маркер в этот раз отстирался просто замечательно я использовала тот же маркер что и при вышивке домика но в этот раз я смывала водой комнатной температуры чуть теплее чем в прошлый раз это мне подсказала тоня ларченко если я правильно произношу имя и фамилию если может быть не совсем правильно прошу меня извинить вот она подсказала что может быть если вода даже чуть холоднее то маркер также реагирует и может не совсем хорошо смыться вот заодно я постирала своих лягушек со всеми моими изменениями жизненными я совсем их забросила вот и решила что не буду пока начинать новый проект хотя мне очень очень ужин терпится вот и думаю надо немножко довести до ума и лягушек их осталось тут совсем чуть-чуть до вышивать буквально две лягушки полторы вот но канва я уже ее больше года эту работу держу была разметка и я запереживала что может разметка не смоется но и вообще как бы самой стало не очень приятно работать так как вышивая на пальцах на руках эту работу поэтому понимаете что она была не в таком уж свежем состоянии и мне захотелось ее постирать чтобы уже с новыми силами приступить и доделать их маркер отмылся все замечательно хотя вот на каком-то этапе вроде бы мне казалось что он проявляется и очень испугалась но слава богу все нормально отмылся не никаких пятен не наблюдается вот на этом у меня наверное все по моим работам я еще посмотрю что как я буду организовывать свои остатки не так надо разобрать вот хочется снять побольше видео но девочки мальчики немножко сейчас у меня такой период сложный вот поэтому и моих реакций тоже на ютюбе стало мало комментариев вы уж меня простите уладим жизненные изменения и вернемся в струю рукоделия вышивки творчества и приятного общения вот вам вас я благодарю за просмотр хочу вам пожелать успехов в завершении совместного проекта море в ваших текущих процессах ну конечно же в долгостроях которые у кого не есть всем очень хочется их уже завершить ну на этом у меня все всем пока и хорошего настроения до встречи до встречи до встречи